Не так давно, в декабре 2015 года, Министерство экономики выступило с инициативой создать специализированный международный торговый выставочный центр с игровым комплексом, или, как его называют сами инициаторы законопроекта, «Закрытый город». По словам премьер-министра Темира Сареева, со стороны бизнеса общества поступило предложение по возобновлению деятельности казино. Минэкономики разработала законопроект, и на сегодняшний день проект проходит слушание. Однако, как дополнил глава Кабмина, правительство и само не рада пополнять бюджет подобной инициативой. Проект включает в себя три гостиницы, магазины, конференц-залы, выставочные и коммерческие объекты, а также игровой комплекс. Комплекс будет находиться на площади 30 гектаров, вблизи Международного аэропорта Манас, примерно в 26 километрах от города Бишкек. Для реализации проекта предусматривается инвестирование в объеме не менее 200 миллионов долларов. Услуги комплекса будут предоставляться только для иностранных граждан. Распределение рабочей силы будет соотнесено в размерах 30 на 70. Этот игровой комплекс представляет собой создание на определенной закрытой территории Международного торгово-выставочного комплекса, включающий в себя элементы игорно-развлекательного комплекса. Эти территории мы планируем создать в закрытых территориях. Для этого мы планируем внести изменения в законопроект о запрете игорной деятельности, где прописано, что игорная деятельность запрещена на территории Кыргызской республики, за исключением трех территорий. Это в районе Международного аэропорта Манас в Южской области, в районе Международного аэропорта Ож в Ожской области и в районе Международного аэропорта Иссык-Куль в Иссык-Кульской области. Почему мы говорим закрытым? Потому что мы предполагаем, что эти территории будут обособлены и закрыты. Доступ туда граждан Кырг будет полностью запрещен. Туда будут иметь доступ только иностранные граждане. И тем самым мы хотим огородить наших граждан от игорной деятельности. Будет ли одобрен данный проект? Все это остается под большим сомнением, поскольку в адрес данной инициативы поступило много критики. Что касается, мы хотим сделать из аэропорта Международного Манас Международный хаб. То есть, что иногда бывает, что люди летают, иногда бывает нестыковка рейсов на 10 часов, на 8 часов, и они это время могут провести. И поэтому, я думаю, решение довольно-таки очень интересное и правильное, чтобы в районе аэропорта Манас, раз мы его собираемся превратить в Международный хаб, вот такой закрытый город построить. Он может быть разным, он из сборных щитовых и так далее, временные, постоянные. Но там пассажиры, те, которые летают через, особенно иностранцы, если будет у нас аэропорт Манас промежуточным, очень удобное географическое положение, то туда могут заходить иностранные граждане и время свое провести, то есть скоротать время, так называемое. Обслуживать будут наши граждане. Ну, в принципе, можно сделать какой-то ограниченный принцип, даже если бы граждане Харкестана, ну, наверное, раз уже закон, его нельзя поменять, пока обслуживающий. Но если вдруг вот такой же закрытый город появится на берегу озера Секуль, где мы тоже хотим иметь много туристов и так далее, где-то в районе города Балахщи, я думаю, что можно было бы отдельным категориям наших граждан, которые имеют бизнес и так далее, есть желание там тоже поехать, поиграть на собственные деньги, можно было бы разрешить только сделать порог такой более высокий. За вход в казино надо заплатить в районе 2 тысячи, 3 тысячи, долларов, то есть фишки купить и так далее. И тогда бы каждый, ну, любой гражданин, как и странно, при желании даже не мог бы туда попасть. По информации Минэкономики, за прошедший период не удалось искоренить деятельность нелегальных казино. Запрет на игорную деятельность привел к прямым потерям госбюджета в 500 миллионов сом в год и закрытию более 5 тысяч рабочих мест. На сегодняшний день пока проект не поступил для обсуждения в правительство. Однако, как уверяют сами инициаторы законопроекта, при принятии данного предложения объем поступления налогов в бюджет составит порядка 1 миллиарда сомов в год.